фалафель это супер хит хитов хитович и хитовых хитовей не бывает ничего в израиле . привет сегодня фалафель что такое фалафель такие шарики какие-то непонятные жареные в чем-то в сейчас все 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 проясним фалафель состоит в основном из вот этого вот это горох нут хумус замоченный со вчера в холодной воде и чайные ложки соды без горки лук чеснок зелень притер сейчас будет шумно вот такая у нас получилась каша из гороха лука чеснока зелень зелень была петрушка и кинза а еще там был острый перец совсем чуть-чуть зеленый если кажется а мне кажется что масса получилось слегка жидковато то есть лепить из нее будет не очень удобно можно взять стакан панировочных сухарей и немножечко высушить ими фалафель у меня на огне кастрюля с растительным маслом я думаю что немножечко зиры и немножечко кориандра сухого сюда и соли видишь там плавает горошинка специально бросил ее чтобы понять насколько горячее масло это вот правильно сделанная масса для фалафеля слегка смачиваю руки ну как это обычно делаешь когда нужно слепить что-то из чего-то чтобы к рукам не приставало можно сделать их круглыми можно сделать чуть-чуть переплюснутыми есть такие которые любят которые люди которые любят фалафель прямо очень сухой я предпочитаю чтобы жарить вот таким образом чтобы была хорошая корочка снаружи хрустящая а внутри чтобы он был влажный и нежный жарится а теперь маленькое лирическое отступление фалафель как известно подают в чем в пите пита это такая лепешка арабская которая в Израиле в общем стала уже как бы национальным хлебом и эта пита связана историально очень интересно в городе Берешева была фалафельная где хозяин нарезая пит для того чтобы слой что-то внутрь всегда делаю этого следующего вот так надрезал этот выбрасывал кусочек куда-то делал карман в пите туда засовывал фалафель, салат и все что мы сейчас будем делать однажды к нему пришел девушка милая старикашечка пришел и говорит знаешь что у меня голубятня у меня голубятня и ты пожалуйста вот эти вот кусочки хлеба ну собирай и мне отдавай а я буду голубей кормить и это будет типа благое дело, митцва конечно какие вопросы и он так собирал, 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 собирал неделю и каждую неделю к нему приходил дедушка в конце недели и забирал мешок с этими обрезками а через полгода к нему пришли из налоговой и сказали знаете что дедушка то был агент мы посчитали сколько вот этих вот вы продали сколько вот таких у вас осталось соответственно мы можем понять сколько порций фалафеля вы продали допустим тысячу а в кассовом аппарате то у вас 300 пробита батенька с тех пор все фалафичи надрезают вот так вот миту и вот эту часть оставляют из-за этого выглядит вот так теперь а у нас все на подходе в общем скоро будет готово я не помню кто-то из знакомых женщин рассказывал мне что когда она вышла замуж и там нужно было сварить яйца она их опустила в воду и ждала пока они всплывут чтобы определить степень готовности в общем она не дождалась вот а фалафель в слое жарится жарится давайте делаем давайте перебавим куску мне кажется так ммм фритю вот фалафель сам по себе ну вот как сам по себе не едят вот саму вот эту вот фалафель ты можешь получить если ты подходишь к фалафельной так что-то там носом водишь думаешь типа а может брать а может не брать обязательно хозяин так возьмем дону попробуем попробуем оооо да 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 а еще фишка такая фалафельных есть то есть что когда ты получил покупаешь порцию фалафеля там такие салат много стоит салатов всяких салатов салатов и ты можешь накладывать их и накладывать и накладывать и накладывать и никто тебя за это типа денег с тебя не возьмет ну знаете почему потому что салаты снишь копейка не копеечные салаты вы уже заплатили там не знаю двадцать шекелей за порцию фалафеля и пожалуйста ешьте этот лук маринованные огурцы on the house хумус обязательно кстати вы поняли что они родственники хумус и фалафель в принципе из одного этого уже сделаны если что хумус сделан из сваренного гороха а фалафель только из замочного вот так вот обязательно намазывается хумус внутрь немножко салата или овощного салата как вот этот арабский мелко порез да или капусты салата или лук маринованный или соленые огурчики всплыли всплыли ну еще по моему ты знаешь у нас масло новое свежее если вы хотите если вы хотите чтобы фалафель у вас быстро коричневел используйте пожалуйста отработанное масло этот фалафель готов да 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 в ходе в ходе в ходе да порция обычная это 5 штук можно сверху еще хумуса вот так вот и еще салата и можно тхину налить сверху и таинственного соуса амба которого в Москве фиг достанешь но у меня в ресторане он есть это что за соус? амба амба это в общем у него есть своя история к сожалению у меня с собой его нет амба пишется начинается с буквы ань то есть это амба амба и она происходит из айрака и это соус из манго глютомата и большого количества специй но он такой желтый тягучий и есть такой стереотип что если ты поел фалафель с амбой то потом ты неделю воняешь амбой но все равно это супер вот такой пряный похоже немножко на какой-то печатник карри что-то такое индийское потому что все-таки в Индию уходит крыльями соусы фалафель готов пита салат фалафель кто будет есть я ладно салат к счастью нет предела а помниж останется